В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Задачи и планы во Дворце культуры прошло ежемесячное оперативное совещание главы муниципалитета. В связи с тем, что на руке прошелся именно, есть угроза, что кто-то может провалиться. Уровень цен и наличие товара в первой необходимости проверил депутат МОСО Болдумы Владимир Жук в одном из супермаркетов Видного. Посмотрим, наверное, на складе какой-нибудь сахар, несколько палеток. Нет, мы не прячем сахар. Ленинский городской округ присоединился к всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Дистанция легко пропустили? Да, очень легко. Вы знаете, отлично просто, с настроением. Во Дворце культуры прошло ежемесячное оперативное совещание главы Ленинского городского округа Алексея Спаскова. В нем приняли участие его заместители, начальники территориальных отделов, организаций, служб и предприятий муниципалитета. Слово Натальи Буслаевой. Одной из основных тем ежемесячного оперативного совещания стала эпидемиологическая обстановка в муниципалитете, о которой доложил главный врач Видновской районной клинической больницы. На амбулаторном звене у нас на дому проходит лечение 1034 человека с подтвержденным ковидом. За неделю мы обследовали таких около 1000 человек. Также Бутай Бутаев отметил, что продолжаются вакцинация населения и выезды бригад узких специалистов в амбулатории округа. В ходе совещания сотрудники МЧС проинформировали о пожарной безопасности при строительстве новых парковочных мест и напомнили о соблюдении правил поведения на водных объектах в весенний период. Хотелось бы отметить, что на территории округа еще имеется ряд водоемов, у которых стоит лед. В связи с тем, что на облевке порошило снегом, есть угроза, что кто-то может провалиться под лед и так далее. Хотелось бы обратиться в средства массовой информации, чтобы увеличить количество роликов в социальный реклам по недопущению выхода на лед. Отчитались о работе, рассказали о наиболее проблемных темах начальники территориальных отделов. Очень большая проблема – это парковка маршрутных такси, автобусов, два ряда на улице Березовая. Тоже соцсети уже пошли, большие проблемы тоже обучивали. О подготовке к очередному заседанию Совета депутатов и вопросы, которые на нем будут рассмотрены, доложил председатель Совета Станислав Радченко. Мы ожидаем сейчас тесного контакта с финансовым управлением, чтобы нам доработать все поправки. Потому что, собственно, у каждого депутата, как мы договаривались, должно быть некое видение, с которым он будет отрабатывать с жителями, что у нас в этом году остается, что придется подождать. Особое внимание Алексей Спаский обратил на месячник благоустройства, который стартовал 1 апреля и призвал активно принимать в нем участие. Также на оперативном совещании были заслушаны доклады о проделанной работе сотрудников коммунальных служб, управляющих компаний и предприятий Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ В муниципалитете стартовал месячник благоустройства, в рамках которого прошел традиционный смотр специализированной техники. Татьяна Брылова узнала, какими силами и средствами обладают наши дорожники для выполнения важной задачи по приведению округа в порядок. В Петровском на площадке, где базируется автопарк муниципального предприятия «Дорсервис», выстроилось несколько десятков тракторов, поливальных машин и машин для уборки дорог. Красивые, вычищенные, до блеска они должны и округ сделать таковым. Справятся ли с непростой задачей? Руководители уверены. Обязательно. Вот только в структурном подразделении благоустройства в этом году 72 единицы уборочной техники и 129 единиц средств малой механизации. А также увеличен состав до 286 человек. Это те, которые с лопатами, с метлами каждый день выходят на дорогу. Техника вся исправна и готова к старту месячника по благоустройству. Об этом доложили заместителю главы администрации Ленинского городского округа Сергею Гаврилову, приехавшему посмотреть и оценить лично силы и средства, которыми обладает муниципалитет. Провели смотр техники, чтобы понять, каким образом, какой техникой, какими силами мы будем содержать территорию в этот весенний-летний период. Ну как, силы есть? Есть, конечно. И потенциал есть. И будем еще дополнительную технику закупать, привлекать. Так что будем максимально наращивать объемы в этом направлении. Среди представленной на смотре техники ярко выделяется вот этот красавец. Правда, сами водители называют его пылесосом, что говорит о важности в общем уборочном процессе транспортного средства. Водитель Роман Кожухов не без гордости рассказывает о своей машине. Передняя щетка, отбойники моют. Все остальные убираем проезжую часть от лотка и самой проезжей части. Вот для весны, для весенней уборки, насколько она важна такая машина? Очень важна. Очень важна. Она продуктивная, скажем так. Поэтому без нее даже вот эти машинки не справятся. Но и без этих машинок привести в порядок дороги округа будет непросто. К примеру, этот кроха и снег убирает, и мусор. Мне нравится, что она вот именно хорошая машина. Что она мобильная. Вот чем хорошо. Можно в любой заколок заехать и сделать все нормально. А большой уже не сделаешь. В летний период помогут и средства малой механизации. Чтобы показать все разнообразие, обустроили небольшую выставку. Здесь представлены у нас высоторезы. Они служат для обрезки сухих ветвей. Триммеры. Они служат для косо-травы. Более дальше, это в зеленом цвете, это газонокосилки. Это также для стрижки газонов. Не поместившись на площадке, скромно вдоль дороги расположилась автовышка. Пока водитель не начал показывать, как она работает, не сразу и понятно было, насколько она функциональна. Забираюсь в корзину и медленно начинаю подниматься вверх. Интересно, немного захватывает дух, но для тех, кто постоянно выполняет работу на высоте, она вполне себе привычная. Автовышка – замечательная машина, очень необходимая в работе на высоте. Можно опиливать деревья, можно заниматься праздничным оформлением города или заменять лампочки, например, для того, чтобы освещение было хорошим в городе. Погода, конечно, не перестает удивлять, диктуя свои правила, но весна обязательно вступит в свои права, а Ленинский округ должен встретить ее чистым и опрятным. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Депутат Пасковской областной думы Владимир Жук проверил наличие на полках магазинов в Видном товаров первой необходимости. Хватает ли продуктов и на сколько поднялись цены в супермаркетах, узнаем из нашего следующего материала. Впервые пустые полки в некоторых магазинах жители Подмосковья увидели почти месяц назад. С прилавков начали исчезать сахар, гречка, макароны, предметы личной гигиены. Все это время за ситуацией следили профильные ведомства и проводили еженедельный мониторинг наличия товаров первой необходимости и цен на них. Поставки происходят почему-то неравномерно. То есть, грубо говоря, нарушена цепочка между директорами магазина и распределительными центрами. То есть, заказывают как в обычный период, да, хотя спрос, естественно, повыше. Депутат Московской областной думы Владимир Жук в ходе своего рабочего визита в муниципалитет решил проверить наличие товаров в нескольких сетевых магазинах Видного. Все, что есть, у нас мы все выкладываем сразу в зал. У нас практически была сегодня поставка, а сейчас девочки чуть освободятся и будут выкладывать сразу товар. А у вас нет на складе какой-нибудь сахар по несколько палеток? Нет, мы не прячем сахар. Участники рейда проверили наличие и уровень цен на все социально значимые товары. Гречку, геркулес, масло, муку, рис, яйца, так называемый борщевой набор. На полках в одном из магазинов не удалось обнаружить сахар и обычную поваренную соль. Соль практически в всех магазинах есть. Почему здесь ее нет? Ну, надо будет разбираться с конкретной вот этой кахарной точкой. А в целом и сахарный песок практически везде есть. И цены, конечно, разные везде, они, да, поэтому мы и смотрим, чтобы они не были необоснованными причинами завышены. Подобные рейды в муниципалитете проходят на постоянной основе два раза в неделю. Цены на 58 позиций жизненно важных товаров вносятся в специальное мобильное приложение, созданное совместно с Министерством сельского хозяйства Московской области. В последнюю неделю было выявлено подорожание порядка 17% в среднем на определенные товары, да, то есть это так называемый борщевой набор. Сигнал тревожный, но не критичный. Единственное, сегодня мне не понравилось, почему-то не было соли. Я думаю, что этот вопрос мы возьмем на контроль, уточним у территориального, регионального управляющего конкретной данной сетью, откуда такая проблема. Мы сюда придем повторно после того, как его завезут и проверим, фактически появился он или нет. Потому что сейчас мониторим вот этих особых продуктов, да, которые в перечне жизненно важных предметов, там, и питания, и просто то, что необходимо для быта. Конечно, мы будем проверять, также ходить, смотреть. Причина пустых полок – банальный ажиотажный спрос. Плюс большая часть крупных ритейлеров работает с региональным распределительным центром через автозаказ, поэтому магазины просто не могут вручную дозаказать раскупленный товар. Представители администрации, муниципалитета и депутатского корпуса пообещали держать ситуацию на контроле. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В минувшие выходные прошла всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Не остался в стороне и наш муниципалитет. Активные видновчане дружно преодолели эту дистанцию. Акция «10 тысяч шагов к жизни» прошла по всей территории нашей страны. Приурочено мероприятие к Всемирному дню здоровья. К спортивному празднику присоединились и видновчане, которые собрались в Расторгуевском парке. Несмотря на такие неблагоприятные погодные условия, люди пришли, люди с нами делают разминку. Уже есть некоторые, которые пошли проверить маршрут, испытать себя. Поэтому люди заинтересованы, видимо, в здоровом образе жизни. И мы рады этому. Препятствиями не стали ни снег, ни ветер. Самому маленькому спортсмену всего три. А верхней границы возраста и вовсе нет. Пришли целыми семьями и дружными коллективами. Наталья Брашина ведет активный образ жизни и золотого правила здоровья придерживается постоянно. А сколько вы ходите в день? Еще раз поздравляю всех. «10 тысяч шагов точно хожу». «И какие плюсы видите?» «Ну, отличная физическая форма, всегда заряд положительных эмоций, энергия». 10 тысяч шагов, а это примерно 7,5 километров. Именно столько по рекомендации Всемирной организации здравоохранения человеку нужно проходить в день. И это по силам практически каждому. Нагрузка умеренная, а о пользе можно говорить долго. «При ходьбе улучшаются все процессы обмена веществ. Улучшается работа сердца, сердечно-сосудистая система, нервная система, нахождение, когда ходит человек. Во-первых, функции легких, то есть легкие начинают работать активно. Снижаются сахара в крови, поэтому надо ходить, надо жить здоровым образом жизни». Подготовка участников дистанции прошла по всем правилам, самое главное из которых – хорошенько разогреть мышцы. И вот спортивное торжество начинается. Звучит на старт, внимание, марш, и марафонцы устремляются вперед. Валентине Денисовой 75, и это тот самый случай, когда возраст сказать уместно. «Дистанция легко проходит?» «Да, да, очень легко. Вы знаете, отлично просто, с настроением. Настроение праздничное, веселое. Можно было бы еще пройти». А на финише каждый участник получал не только заветную медаль, но и яблоко – символ здорового образа жизни. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». В детской поликлинике города «Видное» прошел очередной день здоровья. Это мероприятие, в ходе которого родителям и детям рассказывают о том, как вести правильный образ жизни, а заодно и знакомят с различными лайфхаками, которые помогут малышам и взрослым сохранить здоровье. Наша съемочная группа побывала на занятии. «Я вам расскажу про особенности питания детей, как можно их скорректировать и как разнообразить двигательную активность». Здоровый образ жизни, правильное питание, профилактика заболеваний – эти словосочетания для многих стали избитыми штампами. Но подобные дни здоровья призваны обратить внимание, прежде всего, родителей на важные составляющие, благодаря которым дети могут избежать различных заболеваний. Впрочем, в процессе активное участие принимают и маленькие зрители. Благо, многие вещи подаются в игровой форме. «Ты проснулся, у тебя сейчас завтрак. Давай мы с тобой составим твой завтрак из продуктов, которые имеются на столе». «Кукурузу». «Так, молодец. Что еще?» «Так, у нас тут каше сидит. Кашу». «Кашу». «Угу». Организаторы подобных мероприятий, врачи детской поликлиники, определяют их формат как лекцию-мастер-класс, обучая различным доступным в домашних условиях практикам. Например, врач-офтальмолог Нурлана Аскерова показала ряд упражнений, направленных на профилактику нарушений зрения. «Вон там красный дом. А теперь на рисунок. Вон там красный дом. То есть мышцы работают вблизи и мышцы работают вдали, да? Вот так где-то пять минут нужно делать». Выбор врачей, которые выступают перед детьми и родителями, не случайен. Сотрудниками поликлиники ведется статистика заболеваемости, и они специально делают акцент на профилактике тех или иных проблем со здоровьем. «Идет очень большое количество заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей. Это связано с тем, что сейчас, как бы сказать, очень мало детишки занимаются спортом. На втором месте это у нас заболевание глаз. Это вот, например, как сказал доктор, близорукость, проблемы, астигматизма, проблемы. Дни здоровья проводятся на постоянной основе и не только на базе детской поликлиники, но и в учебных заведениях. Врачи отмечают, что подобные лекции и мастер-классы весьма популярны у молодых людей. «Сейчас молодежь очень любит вести здоровый образ жизни. Все читают интернет-источники, все знают, что такое правильное питание, все знают, что такое физическая активность. У нас популярностью пользуются шагомеры в наших гаджетах. Соответственно, очень подкованные». Намного подкованнее в вопросах детского здоровья наверняка стали и участники нынешнего мероприятия. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. 2 апреля во всем мире отмечается День распространения информации о проблеме аутизма. С 2008 года врачи и представители различных благотворительных организаций проводят акции для привлечения внимания к этой проблеме. Продолжение темы. Репортаж Галины Житковой. Аутизм – это неврологическое заболевание, для которого характерны разнообразные симптомы. Оно развивается вследствие сразу нескольких факторов. Среди основных причин – генетика, а также структурные и функциональные нарушения головного мозга. Чаще всего это видно с 8-10 месяцев. Ребенок начинает играться сам собой, не интересуется, скажем так, игрушками. Он не смотрит в глаза, у него нет контакта, он не отвлекается на имя. Чуть-чуть позже, с года больше, нет вербальных жестов, правильных детских, то есть из разряда указательного навыка. Еще позже – это речевые жиростройства. Врачи говорят о том, что двигательные и поединческие нарушения влекут за собой дальнейшие проблемы с социальной адаптацией в обществе. Плохая речь только усугубляет ситуацию. Но, возможно, ремиссия болезни. Есть взрослые, которые, скажем так, социально адаптированы уже очень хорошо. Конечно, у них немножко более целенаправленные, узкие специальности. То есть они не расширены, не разносторонние. Но в своих вопросах они достаточно хорошо разбираются. На базе Центральной библиотеки уже четыре года работает клуб «Дорога в жизнь». Это содружество по интересам объединяет детей с особенностями развития и их родителей. В том числе там занимаются и ребята с аутизмом. С ними работать одно удовольствие, потому что ребята очень добрые, ребята талантливые. И мы сначала вроде бы рисовали, устраивали выставки. И вот наша концертная деятельность началась с нашего спектакля, который мы поставили «Рождественская история». Это было уже года, наверное, два или три назад. А потом, когда у нас появился замечательный Олег Кондратюк, мы уже имеем возможность профессионально, так скажем, заниматься музыкой. Среди тех, кто живет внутри своего особого мира, немало талантливых и знаменитых людей. Способность мозга думать по-другому помогает быть не такими, как все. Галина Жуткова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видный ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова